Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Рублевская Юлия, я психолог. И сегодня в программе «Психолог и я» мы продолжаем разговор о родительском программировании. О том, как в процессе воспитания мы, любя своих детей, неосознанно закладываем не всегда самые хорошие программы, не всегда положительные настрои на их дальнейшую будущую жизнь. Сегодня хотелось бы отдельно обратить внимание на предписание, которое звучит как «не будь здоровым». Очень часто появление маленького ребенка в семье несет за собой огромное количество стрессов, которым молодая мама часто не была готова заранее. Очень часто молодым мамам хочется с появлением ребенка, чтобы их жизнь, сформировавшаяся, устоявшаяся до появления ребенка, продолжалась как минимум в таком же ключе, была такой же насыщенной и полной. В этот момент мама пытается вести активную жизнь, очень модную в современном социализированном обществе. Пытается как можно раньше выйти на работу, дабы семейный бюджет не нес серьезных финансовых потерь в связи с декретным отпуском. И в этот момент мама, несмотря на то, что она самый дорогой, самый желанный человек для маленького ребенка, только пришедшего в этот мир, от ребенка отдаляется. Как только ребенок заболевает, первая же простуда, первое же проявление любого заболевания, маме приходится по необходимости оставаться рядом с ним, проявлять ему больше внимания. Чем чаще болеет ребенок, тем чаще мама бывает с ним. Дети впитывают поведение родителей как губка. Ребенок не понимает ни моральных, ни социальных проблем взрослых. Ребенок только видит и моделирует их поведение. Ребенок считывает совершенно однозначно. Если я болен, мама со мной. Если я болен, я достоин внимания. Если я болен, меня будут любить. Именно из таких детей чаще всего вырастают взрослые с покалеченной душой, способные привлекать внимание к себе только проявлением своих болезней. Не будь здоровым. Такие взрослые с самого детства. Первые начинают увлекаться всеми вредными привычками. Первые начинают вести образ жизни, ведущий к осознанному самоубийству. Потому что ведь алкоголизм это и есть осознанное самоубийство, когда человек пытается убить себя сам. Просто долго и со вкусом. Следующее очень важное предписание, которое родители часто неосознанно оставляют своим детям – не будь близким. В моей практике встречаются чаще всего семьи военных, где с детства детям так же, как и на работе, родители пытаются привить абсолютно железную дисциплину. Абсолютно железные нормы, морали, нормы, этики. Не только военные. Все люди часто перекладывают свое понимание норм нравственности и морали на воспитание маленького, ребенка, который еще совсем не понимает, почему он должен делать именно так. Не сближайся с соседями, они тебя обидят. Не ходи гулять с друзьями, потому что ты упадешь. Ребенок, получивший в детстве предписание «не будь близким», вырастает во взрослого, на всю жизнь усвоившего, что весь окружающий его мир наполнен только врагами. Именно таким людям легче всего убивать бездомных животных. Они не могут с ними сблизиться. Они видят во всем только опасность. Для них и природа, и окружающие люди все становится скрытой угрозой. Скрытой, просто не проявленной до определенных обстоятельств. Очень часто в семьях с ярко выраженной эмоциональной составляющей, то есть особенно в семьях, где есть и мама, и бабушка, где родители и взрослые часто либо не могут контролировать свои чувства, либо чрезмерно их сдерживают, подрастающему чаду систематически повторяют «не плачь», «не кричи», «не смейся в общественных местах». Родители вроде бы пытаются добиться совершенно адекватного поведения, введи себя культурно, просто называют это другими словами. Ребенок же считывает буквально и на всю жизнь получает установку «не чувствуй». Так вырастают взрослые, которым очень сложно как любить, так и быть любимыми. Очень сложно как дарить нежность, так и принимать ее. Ведь, казалось бы, все очень просто. Мы пытаемся научить своих детей любви. Мы пытаемся дать своим детям модель поведения, в которой мы их любим и мир их любит. На самом же деле ребенок, моделируя поведение неосознанно, полностью считывая под копирку взрослых, получает совершенно обратную установку – нечувствую. Так вырастают взрослые, не способные эмоционально проявлять себя. Так вырастают взрослые с холодными сердцами, с вечным голодом и эмоциональной тоской в глазах. Очень часто именно из таких детей вырастают взрослые мужчины, не способные проявлять свои чувства. На практике часто приходят на семейную терапию пары, где женщина просит от мужчины, как ей кажется, совсем немного, просто выразить свои эмоции, просто сказать о том, как сильно она нужна ему, как он ее любит. А он на это не способен ни потому, совсем не потому, что он не любит ее. Может быть, он любит ее даже больше, чем мог бы сказать об этом. Просто с детства его учили не выражать свои эмоции, не чувствовать, либо хотя бы не признаваться в этом. На практике есть оборотная сторона такой родительской установки. Ведь дети, которых с детства учат не чувствовать, теряют доступ к самому важному внутри самих себя, к своей собственной душе, к пониманию самого себя. Так не чувствуй, часто перерастает в не верь самому себе. Не верь себе, все твои мысли условны. Все, что ты думаешь, все относительно. На самом деле все совсем не так. Когда с детства детям говорят о том, что, ну, это всего лишь твое мнение, твое мнение не обязательно должно чего-нибудь стоить. Твое мнение не является показателем. В дальнейшем такие дети вырастают во взрослых, не способных верить в самих себя. Человек с заниженной самооценкой, не способный оценить ее адекватно, становится моральным инвалидом и никогда не может не поверить в себя, не поверить в жизнь, не полноценно ей радоваться. Именно поэтому, дорогие родители, воспитывая своих детей, не забывайте проявлять свою истинную любовь к ним. Старайтесь оберегать их от ваших личных проблем. Не ждите от ребенка выполнения ваших обязательств. Не перекладывайте на него ответственность за ваши проблемы. Ведь это ваше решение впустить его в этот мир. Ребенок ничего вам не должен. Именно вы, как родители, отвечаете за то, насколько счастливым и успешным он станет в жизни. На этом я с вами прощаюсь. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете задать их по адресу электронной почты, которую вы видите на экране. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин